Слава Богу 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 «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто буду. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь долго терпит, любовь милосердствует и так далее. Во-первых, почему он это пишет именно к Коринфе, грекам, которые считали себя венцом человеческой цивилизации. Вот здесь, для того, чтобы понимать это, важно понимать вообще, где находится Коринф и что это вообще за город. Я вам хочу сказать, что это город, в котором было очень много молодых таких перспективных людей, там, где у них были очень серьезные намерения по поводу их жизни дальнейшей. И вот это был город, куда люди приезжали для того, чтобы там достичь, достичь и стать успешными в жизни. Если мы посмотрим на карту Греции, то Коринф находится в самом центре. Из двух половин она состоит, а в середине перешей, из миски перешей, и вот там был этот город Коринф. Его разрушили в 146 году, а потом Юлий Цезарь его восстановил. Поэтому там не было преемственности поколений, там были в основном все молодые люди. И вот эти молодые люди приехали туда для того, чтобы состояться как личности, для того, чтобы там найти работу, для того, чтобы там жениться, выйти замуж, получить профессию, использовать это все дальше. Поэтому это был как котел, где было много молодых людей. Там были разные языческие храмы, но там были также и христиане. Они приехали туда для того, чтобы там добиться успеха. И вот они как могли, так добивались. И они считали, что они греки, они многое могли, но там не было аристократии, потому что это был молодой город. И они очень разные все были. Молодые и перспективные. И вот Павел говорит, что у вас очень много даров, вы способны, вы можете многое чего сделать. Он говорит, если у вас нет самого главного, если нет любви, то это как расстроенный инструмент. Он хороший, но он не звучит. Это что-то, что режет слух. Это что-то, что не должно быть. Он говорит, что в жизни вот это должно быть. Это любовь. Знаете, мы часто слышим об этом. Что мы должны любить друг друга, любить ближнего, любить Господа. Но мы задаем себе вопрос, а что это такое? И Павел здесь дает определение, что такое любовь. И это определение, но шокирует их. И заметьте, что он делает здесь. Он в четвертом стихе, он говорит, что любовь, она во-первых делает две вещи. Она долго терпит и она милосердствует. Потом он говорит восемь вещей, которые любовь не делает. И после этого он говорит пять вещей, которые любовь делает. Но сама суть определения, это в том, что любовь долго терпит и она милосердствует. И потом уже, что она не делает, что она делает. Ну и вообще, я думаю, что каждый, кто здесь присутствует, когда-то задумывался на тему, что такое любовь. Ну как можно объяснить, что такое любовь? Вот если бы вы у музыкантов спросили, скажите, что такое музыка? Ну они бы сказали, музыка это наука, тона, может быть еще. Ну я знаю, что есть белый и черный клавиш. Вот это все, что я знаю. Но музыканты больше расскажут. Но даже если они расскажут, это все равно непонятно. До тех пор, пока они не сыграют. Вот когда они сыграли, вот тогда понятно, что такое музыка. Или, например, если бы вы у ювелера спросили, скажи, а что такое алмаз? Ну просто расскажи. Он скажет алмаз, какая-то графическая структура у него есть. Он может быть скажет какую-то формулу, но это непонятно до тех пор, пока он не покажет его. И во свете, тогда это станет коняшкой. Вот что такое бриллиант, драгоценный камень. Вот то же самое здесь и Павел. Он говорит о том, что любовь долготерпит, она милосердствует. А потом он на примере говорит, что вот этого она не делает. Вот это она делает. И это было шокирующе в том плане, что любовь, это не мои дары, прежде всего. Это не то, что я умею, это не мои способности. Но это мое намерение, это мое решение, это мое волеизъявление, что я хочу делать с этим. А что я хочу делать с этим? И Павел говорит, что любовь делает. Она долготерпит и она милосердствует. И оказывается, без этого никакие дары не работают. Это знаете, как можно написать много-много нулей. Вот если 10 нулей сложить все вместе, в сколько будет? Ноль. Вот если у меня один, да, второй, третий, четвертый, 10. Но без любви это ноль. А любовь это как единичка впереди этих нулей. И вот когда она есть там, то тогда все становится на свои места. А представьте, для людей, которые приехали для того, чтобы достичь, для того, чтобы добиться, для того, чтобы показать, как умеет, что я умею. А Павел говорит, это все не важно. А важно как раз вот эта единичка впереди, вот этих множество нулей, которые у тебя есть. И он говорит о том, что любовь, она долготерпит. И понятно, что греческое слово, любовь, вообще их 4 из них. Ну, мы знаем Филио, знаем Эрос. Ну, ни разу не употребляются в Библии, к примеру, Эроса. Мы знаем о Габе. Ну, в общем, речь идет о любви. И даже тогда, когда Петр разговаривает с Иисусом, речь идет о этом лишении. Речь идет об этом состоянии сердца. Долготерпение и милосердие. Добрая воля, которую мы проявляем друг другу. Именно поэтому в других местах Писания это возможно. Оказывается, понимаете, эту фразу «любите врагов». Потому что мы думаем, ну как можно? Это нужно быть или каким-то шизофреником, или еще что-то. Ну, как можно любить врагов, когда они у меня вызывают плохие чувства? Именно поэтому это возможно. Любить врагов, потому что это не чувство. А любовь долготерпит, и она милосердствует. И поэтому понятно, что можно было бы на все характеристики здесь, что она не делает, и что она делает, обратить более подробное внимание. Более подробное. Ну, я буквально несколько слов скажу об этом определении, и потом уже как это применяется в моей жизни. И в жизни, по крайней мере, двух категорий людей, которые, я уверен, тоже присутствуют здесь. Любовь долготерпит. И долготерпие, долготерпение, это что-то, что для нас, ну, такое непонятное. Мы думаем, у меня вообще нет времени терпеть. Это то, что я вообще не люблю, а тут долготерпеть. Мы можем долготерпеть, тогда, когда мы понимаем друг друга. Тогда, когда мы участвуем в жизни друг друга. Тогда, когда мы учимся понимать Божью волю для своей жизни. Тогда мы учимся долготерпеть. И понятно, что источник всякого терпения, это Господь, потому что Он нас долготерпит. И это возможно только тогда, когда мы понимаем, принимаем от Него и Его долготерпение к нам. Бог желает покаяния каждого гречника. Он долготерпит каждого гречника. Когда мы прошли через этот опыт покаяния, когда мы поняли, кто мы такие перед Господом, когда мы понимаем те дары, те богатства, которые мы принимаем от Него, тогда мы становимся способными долготерпеть. Но любовь, она не просто долготерпит, но она также и милосердит. И милосердие здесь, если мы посмотрим на это слово, милосердие, это когда мы проявляем добрые дела друг к другу. Когда мы делаем добрые дела. Фактически это слово добрые дела. И поэтому любовь, она долготерпит, но она также и милосердит. И потом уже Павел объясняет, что это значит. И, например, я не буду говорить о всех, но хотел бы сделать ударение на некоторых. Например, она все покрывает. Это седьмой стих. Или, если мы посмотрим на греческое слово, оно все защищает. Каким образом? Это слово, это достаточно широко используемое слово. И вот здесь оно также описывает корабль, который везет груз, на который обрушивается ветер, волны, но он остается в своем курсе. Он не сбивается с курса, и в конце концов он довезет этот груз. Это слово, которое используется для дома, который устоит на твердом фундаменте. Вот у него есть крыша, которая закрывает этот дом. Которая устояла дожди, устояла ветер. Вот этот такой дом. Любовь, она такая, она все покрывает. Это слово, которое описывает солдата, который стоит и выносит атаки врагов, который защищает тех, которые позади него. Все проходит, а любовь остается. Она все переносит. Возможно, здесь есть люди, которые думают, я уже устал от своего служения, от детей, которые они послушны, от лидеров, возможно, которые пообещали, но не сделали. Любовь, она все переносит. Она защищает. Она как этот корабль, который везет этот груз. Или вы чувствовали себя с людьми, с которыми быть безопасно в их присутствии. Тогда, когда эти люди, вы знаете, что они вас понимают. И они о вас не будут говорить вне вашего присутствия плохо. Вы любите быть в присутствии таких людей? А вы хотели бы быть такими людьми? Вот любовь, она такая. Она все покрывает. Мы любим быть в общении с людьми такими. Или любовь, она всему верит. Ну, мы думаем, как это она всему верит? Мы думаем, это опасно вообще. Вдруг мне кто-то захочет продать мост преображенского. Я в этом поверю, захочу купить. И люди действительно, они будут пытаться нас обмануть и использовать в своих целях. Но здесь речь идет о душе. Здесь речь идет о том, что любовь, вот она такая наивная. Но здесь речь идет о том, что любовь – это решение. Решение видеть другого, в том, как Господь его ведет, и как Господь дал ему вот его дары, его способности. Видеть в нем лучшее. Видеть в нем сильное. Видеть в нем потенциал, который Господь в нем строит. научит находить доброе в нем. Учиться находить доброе в нем. Видеть его так, как Господь хотел бы его преобразовать. И если мы смотрим на церковь в Коринфе, то это были люди, с которыми нам не было, наверное, приятно находиться вместе. А здесь Павел обращается к ним, и он говорит, что это церковь Божья, находящаяся в Коринфе, и так далее. Это первая глава со второго стиха. Я буду читать эти слова. Но Господь не закончил с нами еще. Господь продолжает свою работу в нас. Он долготерпит нас. И поэтому любовь, она всему верит, она смотрит на человека, и она пытается увидеть в нем доброе и развивать это доброе. Вы знаете, есть один христианский писатель, Клайв Льюис. Почитайте. Есть много книг, которые он написал, хорошие книги. Он, наверное, самый известный апологет 20-го прошлого столетия. Но он говорит, представьте себе, что вы находитесь в присутствии человека, которого плохо пахнет. Он начинает с вами говорить, у него пахнет изо рта. Плохо. Вы сидите с ним, вы понимаете, что с ним неприятно. Ну, что обычно делают в таких случаях? Пытаются пересесть куда-то, ну, избегать. Клайв Льюис говорит, «А представьте этого человека в его состоянии, когда Господь закончил над ним трудиться. Когда Господь осуществил в этом человеке все свои планы, все свои намерения, все свои цели в конце пути этого человека». Павел Льюис говорит, «Если мы представим себе и увидим его, возможно, на небесах, то мы не то, что не будем его избегать, но даже поклониться перед этим новым творением, полностью новым. Так вот, любовь, она видит это, она пытается, она учит. Мы учимся видеть это в человеке». Любовь, она всего надеется таким образом. И, знаете, и Каринф, это была вершина человеческих достижений, там были греческие философы, Аристотель, это была колыбель философии, это была колыбель архитектуры, колыбель искусства, европейд, это те люди, которых до сих пор цептируют. Это была колыбель спорта, олимпийские игры, эсклистские игры. Но знаете, чего там не было? Там было все. Но там не было надежды. Там не было самого главного. Там не было того, о чем здесь пишет Павел. И можно прибавить много-много людей. Но самое главное – это любовь. Поэтому она долго терпит, но она также и милосердствует. И таким образом она учится служить людям, которые требуют, чтобы их терпели, долго терпели. Но это как раз мы эти люди, которые мы нуждаемся в том, чтобы нас терпели и долго терпели. И поэтому, как это можно применить? Вот как можно применить это определение и то, что она делает, и не делает в практической жизни? И по крайней мере, двум категориям людей хотел бы применить. Ну, первая категория людей – это люди, которые думают, у меня столько много даров. Я могу делать и это, и это. Просто никто не признает пока. Но я могу это все. И подождите, и вы увидите. У меня есть много чего. И однажды я всем покажу. Ну, это замечательно, когда есть это желание. Но, когда человек считает, что дары – это самое главное, что у меня есть, когда я себя должен оценивать по дарам, которые у меня есть, по способностям, которые у меня есть, когда я ожидаю, что люди меня будут оценивать по служению, которое у меня есть, а не по тому, кто я в Иисусе Христе, а не по тому, что я приобрел в Нем, то тогда человек этот просто не понимает Евангелия. Он не понимает самого главного. Потому что Господь нас оценивает не по тем дарам, которые Он нам дал. Он, наоборот, дает эти дары, чтобы мы ими пользовались. Как важно для такого человека, понимаешь, что... Как важно успокоиться тогда и сказать, Господи, благодарю Тебя за эти дары, но я счастлив, и я доволен тем, что Ты мне даешь. Не потому, что Ты мне дал такие дары, а потому, что я в Тебе. Это знаете, как проповедник, мне понравилась эта история, он возвращается домой с женой после служения, после того, как он сказал хорошую проповедь, и он обращается к жене и говорит, дорогая, скольких великих проповедников ты знаешь в своей жизни? Она на него смотрит и говорит, одного меньше, чем ты думаешь. Как важно для нас не оценивать себя по дарам, которые в нас есть, а успокоиться и понимать, что мы в Господе принимаем Его любовь. И это самое важное, это кто мы в Нем. Вторая категория людей, возможно, она тоже здесь присутствует, это когда мы смотрим на свое служение, мы думаем, Господи, почему так много у других этих дорог, у меня их нет, или у меня так мало, а у всех остальных так много. Другие могут лагеря проводить, они прекрасные руководители различных служений, они хорошие организаторы, они, возможно, прекрасные проповедники, они могут быть спортивными лидерами и так далее. А я смотрю и думаю, Господи, а какие у меня дары? Как важно для нас, кто думает об этом, понимать, что можно быть плохим организатором, можно быть плохим строителем, можно быть не совсем хорошим певцом, но если у меня есть любовь, то это самое главное. если у меня есть это отношение к людям, то это самое главное. и можно быть здоровитым человеком, но не иметь любви. И тогда все это, перечеркиваю, все это на самом деле, как кингл звучащий, как расстроенный инструмент. Это все не имеет веса. И поэтому как важно для нас, когда мы смотрим на свою жизнь, оценивать себя не по дарам, не так, как делали это люди в Коринфе, которые считали, я дороги ты, я приехал сюда для того, чтобы добиться, для того, чтобы исполнить себя, я добьюсь. оценивать себя по тому, кто мы в Господе. И учиться любить друг друга. И учиться любить Господу. Поэтому давайте мы себе будем задавать этот вопрос. Господи, а как моя любовь к ближнему растет? А в церкви люди видят ко мне человека, который пытается, по крайней мере, любить других. Каким образом они это видят? По моим дарам? Или потому, что любовь долгопердит? И она милосердствует. И она не делает одного, она делает взамен другое. Аминь. Господь благословит нас, чтобы мы учились иметь и таким образом церкви для себя. Потому что мы тоже прибыли. Поздравляйте по моему дарам. Я помогу вас. Мы должны сейчас делать поздравление, чтобы мы не будем подавать. Помоги нам видеть себя в Твоем свете. Помоги нам видеть других людей в Твоем свете, как видишь их Ты. Самое главное, помоги нам видеть Тебя через Слово Твое, через пути Твои, которые Ты осуществляешь в нас и через нас. Пусть и на Твое славится в нашей жизни. Аминь. Угу. Спасибо. Пусть.